Протопопов Альберт Васильевич. Палеонтолог, палеоэколог. Руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха-Якутия. Доктор биологических наук. Основная область научных интересов. Эволюция растительного покрова плестоценного периода. Вымирание мамонтовой фауны. Один из организаторов участия Якутии с юкагирским мамонтом во всемирной выставке Экспо-2005. Руководитель полярной экспедиции 2017-2018 годов на острова Новосибирского архипелага. Приветствую всех присутствующих в зале. Мы изучаем именно мамонтовую фауну. И в первую очередь исследуем мамонта. Этого очень древнего, очень загадочного и очень харизматичного животного. которое вымерло в Якутии около 10 тысяч лет назад. А так оно исчезло с лица планеты Земля около 3,5-4 тысяч лет назад. Уже были пирамиды, в Египте их строили. Уже появились первые цивилизации городские. А на острове Врангеле, на Чукотке, еще обитали мамонты. В последние годы у нас в Якутии мы очень много находим объекты мамонтовой фауны. Это мамонты, шерстистые носороги, пещерные львы, бизоны, лошади. Это большая пятерка именно тех животных, которые исчезли. И хочу еще сказать, что мамонт уже лет 15 или чуть меньше является одним из брендов Якутии. Вот именно тем объектам, которым Якутия славится. Ну, мы когда вот последние годы у нас количество находок все увеличивается. Это во многом благодаря, наверное, тому, что сейчас очень активно на севере Якутии добывают бивни мамонтов. И мы вот ежегодно по одной, по две очень крупные находки. Мамонтов, пещерных львов. Ну, вот в этом году, например, мы нашли тушу мамонта на острове Котельный. В музее мамонта нашел тушу жеребенка в Верхоянском районе. И с Робыльского района скоро приедет пещерный львенок. Тоже целая куша. И вот каждый раз это становится событием мирового масштаба. И вот когда мы разговариваем с журналистами, очень это вот интересует. Вот постоянно идут звонки. И все время задают один и тот же вопрос. Как обстоят дела с возрождением этих вот ископаемых животных. И в первую очередь всех интересует мамонт. И вот речь идет чаще всего о клонировании. И вот я хотел бы сейчас немножко вам рассказать историю. Очень вот кратко, в общих чертах, как все это начиналось. Вообще вот сама идея возрождения вымерших очень давно животных. Виновником всего вот этого, вот инициатором, как обычно это часто случается, это вот являлась творческая личность. Это режиссер Голливуда Спилберг. Он снял фильм «Парк юрского периода». Когда в фильме ученые, благодаря комарам, которые сосали у динозавров кровь, вот в янтаре сохранили ДНК динозавра. После выхода этого фильма, вот генетики бросились дробить янтарь, вытаскивать оттуда вот комаров. Но, к сожалению, оказалось, что это невозможно. За миллионы лет ДНК не сохранилось. И тогда вот ученые как бы вот обратили внимание на тех животных, которые вымерли совсем недавно. Это именно мамонты. Это вот животные символы ледниковой эпохи в науке. Это еще период называется плестоценом, когда на земле происходили оледенения. И вот по этим вот бескрайним замороженным просторам бродили тысячные стада мамонтов. Японский профессор Акиро Иритани, он решил, задался целью возродить мамонта. Что на тот вот момент, это первая половина 90-х, середина 90-х, он вот решил возродить мамонта путем осеменения индийской слонихи, вот найденной спермой мамонта. Ну вот семенники самса шерстистого мамонта. В 1901 году, когда в Якутии нашли первую в мире сохранившуюся тушу мамонта, это березовский мамонт на Колыме, у него сохранились как раз все половые органы, в том числе и семенники. Ну вот тогда задачи возрождения мамонта, конечно, не занимались, и поэтому все засохло к настоящему времени. И вот японцы решили приехать в Якутию. Они вот вышли как раз на музей мамонта, на Лазарова Петра Алексеевича, они с тех времен очень дружили с профессором Батаритании. И японцы вот начали в Якутии проводить систематические экспедиции. Было несколько вот экспедиций. Цель этих вот экспедиций, это было найти мамонта именно с сохранившимися семенниками. К сожалению, такая находка, ну так и не была вот найдена. Она, кстати, до сих пор не найдена. Мы так еще, пока еще не нашли хорошо сохранившуюся кушу самца вот мамонта, именно сохранившимися семенниками. В 1996 году в науке происходит революция. Клонирована овечка долли. То есть взяли овсу, самку, из ясеклетки удалили ядро, взяли самца, а овсы оттуда взяли ядро. Это все на обычных, не на половых клетках. Это все, это вот ядро от самца вложили в самку, и вот на свет родилась вот овечка долли. Это было клонирование. Вот с этого момента уже многие ну вот решили, что вот наконец-то мы нашли метод, технологию, благодаря которому сможем оживить мамонта. Вот именно методом клонирования. Чи же японцы уже в начале 2000-х годов уже приехали не на поиски семенников, но эта вот задача не снималась, но уже именно найти хорошо сохранившуюся ткань мамонта. Мы вот находили, вот ездили в экспедиции, и уже вот начали очень честно работать с японцами тогда. Но, к сожалению, найденный материал все время вот оказывало, что ядро клеток вот разрушено. И уже перед палеонтологами поставили задачу найти настолько хорошо сохранившиеся ткани мамонта, чтобы там вот было целое ядро. К этому уже вот подключились несколько научных вот институтов вот в России. К этому уже вот начали подключаться не только японцы, но уже вот американцы уже вот начали подключаться, французы начали подключаться. И вот Якутия вот ежегодно проводилась по нескольку экспедиции. Именно вот в поисках хорошо сохранившейся вот ткани. чтобы найти, ну вот, ядро, которое вот уцелело за тысячи, за десятки тысяч лет. Где-то в 2011-2010 году к идее клонирования мамонтов вот возрождением, ну вот там вот мамонта методом клонирования подключился южнокорейский ученый Ахван Усук. Он вот до сих пор вот работает, очень активно работает с музеем мамонта. Вот наша академия, вот наш отдел, мы продолжаем вот работать с японцами по этому направлению. И все вместе мы вот работаем еще с американцами. Еще очень, ну вот несколько вот американских лабораторий, они вот заняты тем, чтобы попробовать найти, ну так вот называемую живую клетку. Именно с живым, там вот генным материалом. Были найдены клетки, вот у которых сохранилось ядро. Внешняя вот оболочка, вот ядра, все хорошо. Их аккуратно вытаскивали, вот это ядро. Там вот помещали вот инкубаторы для размножения. Но, к сожалению, как выяснилось, ДНК так долго не сохраняется. Скажем, вот замораживание спермы через же буков или мышей, оно достаточно кратковременно, ну вот максимум несколько десятков лет. А тут вот вещь идет о тысячах лет уже. И, как вот выяснилось, мы до сих пор еще не нашли ни одного ядра. То есть время все вот уничтожает. Это процессы гниения, процессы образования кристаллов льда, они вот режут ДНК, и кристаллы вот окисления. То есть вот кислород, он вот тоже вот уничтожает со временем вот мертвые ДНК. что, ну, вот будто бы вот уперлись в тупик. Клонирование по классическому вот методу, а метод этот уже настолько вот распространен, что сейчас вот по всему уже вот миру уже ходят тысячи коров, овец, лошадей, собак уже вот именно клонированных. Но это все вот современные. А вот, как вот выяснилось, вот ископаемые животные невозможно пока. Ну, вот поиски все еще вот тут же клан Усук надежды не теряет. Ну, вот все-таки найти такое вот ядро. А вот американский ученый Джордж Чордж из Огоровского университета и американский генетик Бет Шапира из Калифорнийского университета, вот они решили пойти по другому пути. Уже сейчас методы генной инженерии настолько совершенствуются, что, ну, вот ученые научились сшивать уже вот гены произвольно. То есть в любое ДНК вот вставлять вот именно гены. Целью таких исследований это выявление, полное выявление ДНК вот мамонта, отличие мамонта от ДНК слонов, и потом ДНК вот мамонтов аккуратно вшиваются в ДНК слона именно в тех вот местах, где они должны вот функционировать. И недавно Джордж Чордж, он заявил, что он уже внедрил 14 генов мамонта именно в ДНК вот индийского слона. И потом уже как бы внедрение этого ДНК в ядро, ядро в клетку, а клетка, ну, вот есть и клетка, а это уже матка. А вот какая это будет уже матка, это уже еще неизвестно, потому что вынесет ли слон вот мамонта вопрос очень непростой. Это разные даже не виды животных, а рода животных. И не факт, что это вот получится, а слонов уже мало, они в Красной книге вот международной, и вот ими вот рисковать уже никто не будет. Скорее всего, речь уже стоит о конструировании вот искусственной матки. Именно для, ну, вот инкубатора такого, где именно они вот будут возрождаться. Животные, которые будут именно рекомбинацией вот ДНК выведены. Когда началось клонирование, все вот обеспокоились очень обо многих странах, что это коснется человека. когда генная вот инженерия вот начала очень, получила вот, ну, вот огромные вот успехов, добилась выведения вот новых сортов, пород, видов, то тоже вот обеспокоились, что вот будут неизлечимые болезни так вот выведены. Вот там вот, потому что, ну, в основном все эти генные работы, они вот базируются на бактериях. И они вот вывутся, и пандемия, и были приняты соответствующие законы. На Западе законы вот исполняются до буквы, и генетики очень сильно сейчас скованы в вопросах и клонирования, и вот реконструкции ДНК. Потому что есть запрещающие законы. Потом еще следующий вопрос. Вот мы в Якутии, в России как-то не задумываемся о том, вопросы задаются одни, когда будут возрождены мамонты. Хорошо, мы возродили мамонты. Где они будут жить? В Америке это вопрос, где будут мамонты жить, оказывается очень вот острый. Потому что вся земля у них частная. И вопрос отвода тех вот земель, где будут жить вот мамонты, он вот ограничивается, ну вот тоже в законодательном вот порядке. И поэтому те вот американские вот ученые, которые вот занимаются этим вот вопросом, или вот Бет Шапиры, они сейчас обратили внимание вот на Якутию. У нас законы в этом отношении более там вот лояльнее, потому что вот Россия вот огромная страна, а Якутия, она вообще очень вот мало населена. У нас много земель, где эти мамонты могут бродить. И вопрос уже стоит уже какой. А в каких ландшафтах жили мамонты? Потому что если их возродят, это по большому счету уже все-таки, я надеюсь, что вопрос уже техники, методики, десятилетий, где эти вот мамонты будут жить. Потому что мамонты ведь вымерли десять тысяч лет назад. И остается вопрос, а почему они вымерли? Кто в этом будет виноват? Климат или человек? Потому что и очень многие исследователи склоняются, что виноват человек. Потому что на стоянках, особенно в Европе, находят тысячи костей мамонтов. И у наших якутских стоянках тоже очень много костей мамонтов. Ну, вот именно пробитых человеком. Мы же в основном склоняемся к той версии, что виноват климат, что произошло потепление, поменялись сильные ландшафты. И возникает вопрос. Значит, ландшафты, которые сейчас есть, они не подходят для мамонтов. И вот сейчас у нас в Нижнеколымском районе уже лет 20 энтузиазисты зимов проводят эксперимент о создании мамонтовых ландшафтов. Очень интересный эксперимент. Десятки, сотни ученых ежегодно к нему ездят. Это как раз касается и вопросов изменения климата, что сейчас очень актуально, и вопросов мамонтовых ландшафтов. Но как мы считаем, что эти исследования нужно проводить в разных природно-климатических зонах. Это тундровые зоны. Нужно, скорее всего, создавать такой стационар здесь, в центральной Якутии, недалеко от Якутска, тоже начать воссоздавать мамонтовые ландшафты, где будут обитать мамонты. Это будет и туристический интерес, но это создание такого плестоценного парка. Он сейчас функционирует на Колыме. голландцы на своей очень маленькой территории тоже создали аналог плестоценного парка. У них тоже такие эксперименты проводятся. там работает профессор Вера. А в Якутии, как говорится, сам Бог уже везет. Именно в центральной Якутии какой парк воссоздать. То есть уже нужно все эти вопросы решать параллельно. Как возрождать мамонтов и где они будут обитать. Именно реконструировать те ландшафты. Ну и, соответственно, данный вопрос он вот касается и спутников от мамонтов. Потому что вместе с мамонтами истели шерстистые носороги. Мы сейчас вот находим очень хорошо сохранившихся шерстистых носорогов. Их, конечно, меньше, но они и есть. Также нужно воссоздавать пещерных львов и проводить работы с бизонами и с лошадьми. Вот являются ли современные лошади похожи ли они на древних вымывших лошадей. Это уже такие работы сейчас идут. И скоро мы уже окончательный ответ получим. А то, что бизоны, они практически идентичны, чем плестоцены, мы уже знаем. Эти бизоны сейчас уже в Якутии. Эксперимент уже несколько лет идет по реинтродукции бизонов здесь в условиях центральной Якутии. Этим у нас занимается Министерство охраны природы. Если что-то вас заинтересовало, то если есть вопросы, можете задавать. У меня, собственно говоря, будет два вопроса. Первый вопрос. Приходилось ли вам во время раскопок сталкиваться со сборщиками мамонтовых костей? И второй вопрос. Мешает ли науке мамонтовая лихорадка? Спасибо. Вопросы взаимосвязи очень актуальный вопрос на сегодняшний день. Вообще вот мамонтовые, мы действительно часто не просто сталкиваемся со сборщиками мамонтовых бивей. очень часто мы работаем вместе с ними. Потому что практически почти все находки, интересные крупные находки мамонтовой фауны, они сделаны именно сборщиками мамонтовых бивей. Мы приветствуем именно то, что они к нам обращаются, они нас подинформируют об этих находках и потом еще помогают нам их раскапывать. эти находки. И вот, скажем, в последние годы, ну вот, например, мы находим не только мамонтов, мамонтов, носорогов, бизонов, лошадей находили и раньше, потому что животные крупные, животные хорошо сохраняются, а вот в последние годы массово пошли находки мелких животных, мышей, леммингов, мышевидных леммингов, мелких хищников, детенышей, вот тех же львят, птиц уже находят. и мы так вот радуемся, когда эти люди, которые в поисках пивни нашли этих вот мелких животных, они их нам вот передают. Очень зачастую они их передают бесплатно, просто в подарок. Когда вот объекты крупные, то мы, конечно, вот ищем либо там деньги для выкупа, либо разные формы взаимодействия. Поэтому мамонтовая лихорадка, она с одной стороны очень помогает палеонтологии, с другой стороны это уже вопросы экологии. Там вот во время добычи бивней водяными пушками это разрушается вот и берега, загрязняются воды, это уже вот вопросы другие. Вот потому что не все хорошо урегулировано на законодательном уровне. Но я хочу сказать, что мы приветствуем именно тех людей, тех сборщиков пивней, когда они находят и выходят на нас. И тогда наука обогащается новой находкой. Спасибо. А почему государство не борется с незаконными людьми, которые раскапывают кости мамонта? Нет, государство борется. Просто скажем, нет четкого закона. Хорошо, поймали человека, который незаконно добывает мамонтовый бивень, а как его наказать? Людей штрафуют либо за нахождение на территории заказника, либо за нарушение пограничного режима. Например, в этом году из Новосибирских островов вывезли несколько десятков человек, пограничники, они их задержали именно за нарушение пограничного режима. Люди находились без пропусков. За это эти люди были наказаны. штрафы от 500 рублей до 2000. Либо за нахождение на территории заповедника могут опять задержать и оштрафовать на 500 рублей, на 2000. Это уже в соответствии с таким законодательством. А добыча бивни приносит настолько большие доходы, что такие копеечные штрафы не останавливают. на самом деле вот эту добычу. То есть для того, чтобы урегулировать добычу и сбор мамонтовых фауны, нужно внести в законодательство России соответствующие изменения. Спасибо. Насколько сегодня актуальна тема ископаемых останков динозавров в Якутии? Ну, тема эта очень интересная, потому что динозавров в Якутии находят, находят еще начали находить из 60-х годов. Это верховье Вилюя, Сунтарский район, приток Вилюя, речка Тепе. Очень маленькая речка. И там последние годы очень активно там работает якутский геолог, палеонтолог Колосов Петр Николаевич. Они несколько лет вместе со школьниками раскапывают там динозавров. Там очень интересная фрауна мелового периода. Последние годы ежегодно там проводятся экспедиции Санкт-Петербургского университета и палеонтологического института из Москвы совместно с Колосовым. Мы уже тоже хотим подключиться к этому проекту, потому что динозавры это часть истории природы Якутии. Именно последовательно изучать вопросы эволюции, изменения ландшафта. И у нас сейчас соответствующие договоренности уже есть именно с теми палеонтологами, которые исследуют динозавров. Мы хотим найти молодого человека, который заинтересовался именно динозаврами и уже подготовить его именно для изучения динозавров. А сама тема это очень могла быть интересно, потому что находка на реке это самая северная находка. Именно может появиться новый бренд арктических динозавров. То есть это интересно на самом деле. ископаемые останки динозавров в большей степени представляют интерес для науки, нежели чем для черных копателей, которых интересует материальная прибыль. Ну вот как раз чтобы черных копателей это не заинтересовало, вот наука должна туда идти первой. К счастью, в отличие от мамонтов, динозавры они четко локализованы, это вот места находок, их очень немного, и самое главное их нужно уметь еще копать, этих динозавров. То есть специалистов по раскопкам динозавров у нас в Якутии к счастью нету. Ну вот кроме ученых. Потому что это не бивни мамонтов, там перетащил водяную пушку, размыл берег, бивень нашел. Это кропотливая работа по извлечению костей динозавров, которые представляют уже собой окаменелось к хамень, а потом месяцами, а то годами их освобождать от близ лежащей горной породы. И только после этого ты получаешь вот эту кость. Это не бивень. То есть это очень сложная работа раскопки динозавров и для черных копателей это неактуально. Ну, вот пока неактуально. Хорошо, спасибо. Что вы думаете про шапку из мамонтовой шерсти? Ну, этот вопрос часто мне задавали журналисты, что за мамонтовая шерсть, откуда человек мог украсть эту шерсть, чтобы из него связать эту шапочку? Ну, здесь вопрос очень интересный в том смысле, что здесь я со своей точки зрения вижу только одно нарушение. Человек нам не сообщил, откуда он эту шерсть нашел. То есть уже есть одно нарушение. Он не информировал. Если человек работает по лицензии, по поиску бьюни, то лицензии это четко прописано. При находке трупных остатков мамонтовой фауны, а шерсть сохраняется именно у трупных остатков, то в первую очередь это сообщается ученым. Этого сделано не было. То есть мы имеем дело именно с черным копателем. Он где-то нашел шерсть мамонта, отмыл ее, связал шапку, выставил на продажу. В самом связывании шапки очень интересный материал использован для создания какой-то утилитарной бытовой цели. Люди приходят смотреть на шерсть мамонта, выставленный музей, а тут кто-то может носить. Поэтому мое личное отношение здесь достаточно неприязненное к этому вопросу. Насколько вообще этично возрождение древних животных и как это может повлиять на экосистему в целом? Этичность возрождения вымерших животных лежит в двух плоскостях. Первая плоскость абсолютно этична, потому что многие вымершие животные были уничтожены человеком. Это и птица моа, киви, стеллерова корова, тасманистские волки, многие сотни и сотни видов животных. Они были уничтожены человеком. Их возрождение абсолютно этично. И экосистемы, в которых эти животные существовали, они до сих существуют, но в более объединенном виде. Вторая плоскость касается мамонтов. Этично ли возрождать мамонтов? Вопрос здесь сложен в том отношении, что мы до сих пор не знаем, а из-за чего на самом деле мамонты вымерли. Вопрос это касается вымирания. В настоящее время есть две концепции. Первая концепция это охота человека на мамонтов. Они истребили именно благодаря охоте. И тогда вопрос переходит в ту плоскость, что животные были выбиты человеком, и их возрождение это как бы человечество отдает свой долг природе. вторая версия вымирания мамонтов это изменение природных ландшафтов в результате сильного потепления. Потепление было, ландшафты сильно поменялись, и мамонты, и многие животные, которые тогда жили кроме мамонтов, они вымерли. При этом вымирание происходило по всей Земле, во многих областях Земли. Здесь уже вопрос, экосистемы вроде бы отсутствуют, а так ли это на самом деле. Уже сильные потепления, сильные похолодания случались за последний миллион лет где-то раз, наверное, 20. при этом некоторые потепления были настолько сильные, что деревья росли на острове котельни. Это 500 километров от современной лесной храницы. Во времена гибели мамонтов потепление было слабее. То есть одно ли потепление виновата в гибели мамонтов, нам предстоит это узнать, исследовать, понять. Есть уже более комбинированная сейчас гипотеза, что было сильное потепление, многие животные вымерли во многих областях, и это происходило неоднократно в течение миллиона лет, но те же мамонты сохранялись в так называемых рефугиумах, это местах, где они находили убежище, а потом, когда наступали более благоприятные времена, они снова распространялись. А вот когда люди расплодились, они уничтожили тех же мамонтов именно в этих местах, где мамонты спасались от неблагоприятных климатических и природных условий. В частности, это происходило скорее всего на острове Врангеля, например. Когда предки эскимосов научились охотиться на китов, они однажды доплыли до острова Врангеля и перебили тех карликовых мамонтов, которые там обитали. Это тоже версии. Она еще не получила фактическое подтверждение, есть две основные версии и одна синтетическая версия. Этично ли? Да. В случае если все эти версии соответствуют истине, возрождение именно мамонтов, я думаю, что этично будет. Их экосистемы они скорее всего сохранились в частности у нас в Якутии, именно в центральной Якутии, потому что холодно, сухо, вечная мерзлота и вся растительность, которая сейчас у нас в Якутии растет, она росла и во времена мамонтов. Так что вот экосистемы мы можем именно воссоздать мамонтовые экосистемы. Добрый день, у меня такой вопрос. А когда будет клонирован первый мамонт? Вопрос очень сложен в том отношении, что мы этого пока не знаем, потому что когда в начале 90-х задавался вопрос, когда будут клонированы животные, там ученые тогда отвечали через десятки лет, а вот овечку долю уже клонировали буквально через несколько лет. И я могу сказать, что возможно через 10 лет, возможно через 50 лет, а возможно что никогда. И это тоже возможно. Спасибо за внимание, что вы прослушали мою лекцию. Я надеюсь, что было интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!